Что вы знаете о событиях в Венгрии октября 56-го года? Абсолютно ничего. Подавили танками, собственно, восстание людей, которые хотели свободы. Ну, в принципе, они были совершенно правы, эти люди, которые пытались против Советской империи, так сказать, выступать. А с другой стороны, интересы России, это тоже достаточно важно. То есть вовлечение каких-то государств в сферу интересов России всегда хорошо. Сною, кое-что. Это было печальное событие. Ребята боролись за правду, а Советский Союз немножко им мешал. 56-й год? Нет, наверное, нет. Мятеж был. Советские войска его подавили. А как сейчас к этому относитесь? Положительно. В Венгрии, насколько я помню, случилась попытка выйти, скажем так, из-под пяты Советского Союза. Там в какой-то период победили демократические силы, которые замыслили свергнуть монополию Компартии, провести какие-то демократические перемены. И вся эта история была подавлена, как и в Чехословакии, советскими танками. Было восстание против тогдашнего режима. Восстание подавили. Наверное, ничего. Была попытка антикоммунистического переворота. Это был нормальный процесс, который в конце концов привел к тому, что переворот произошел во всех странах соцлагеря. Это была первая попытка. Знаю, по-моему, о том, что там была революция, которая связана была с демократическим движением. И СССР ввела армию, танки, по-моему, в Венгрию. И было подавлено жестокое движение, связанное с демократическими изменениями строя, который тогда был коммунистический. Сейчас, конечно, уже другой взгляд, другое отношение к этому. Понимаешь весь ужас, понимаешь, что там погибли люди, которые, как у нас здесь в России, в новую историю России, когда тоже был переворот. Для того периода, наверное, это было нормально. Но, к сожалению, это было сделано руками СССР. Это кровь. Ну, в общем-то, наверное, сейчас бы я бы не поддержал. Но тогда меня просто не было.